Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно устанавливать моды на Fallout 3, Fallout New Vegas, либо же Fallout 4. Принцип у них установки заключается одинаковый, поэтому мы сегодня лишь на примере Fallout 3 всё это рассмотрим. Всё будет абсолютно одинаково, представляем тот момент, когда вам необходимо установить мод, допустим, для Fallout 4, либо New Vegas, всё проделать нужно будет абсолютно точно так же, как и на Fallout 3, не переживайте. Так как движки у них одинаковые, принципы загрузки модов совершенно абсолютно одинаковые, то и, разумеется, суть совершенно одинаковая, ничем она не отличается друг от дружки. Ну что ж, нам с вами потребуется, у меня будет использоваться версия Fallout 3 в FE, либо же Fixed Edition, пофиксенная от огромного количества разработчиков сторонних, которые очень много чего изменили, поменяли, ввели, а точнее улучшили и модифицировали, в отличие от того, что было прежде предыдущей версии, весь 25 гигов. Кому нужно, ссылочку могу в описании под видео также на эту часть предоставить. Что у нас с вами также далее? Нам с вами потребуется для установки модов приложение под названием NMM, и, разумеется, также для примера будет использоваться два мода. Какие вообще моды бывают? Моды бывают двух типов, те, которые заменяют основные файлы, допустим, подменяя основные файлы игры, и заменяя их на те, которые предлагает какой-то сторонний, допустим, там, мододел, да, разработчик. Либо же, моды бывают типов чего-то добавляется в игру, то есть, допустим, какие-то оружия, локации, квесты и все прочее. У нас с вами сегодня будет по типу два, как раз-таки из этих модов. Для примера, Medal of Honor Music Pack, который, как я лично понял, заменяет основное музыкальное исполнение на музыкальное исполнение из Medal of Honor. Допустим, там, во время сражений будет играть музыка из Medal of Honor первых частей, для всех любителей олдскула, разумеется, это прям будет идеально замечательный мод. Особенно таких людей, как я, которые очень сильно любят Medal of Honor, только первые две части в исключении, другие не люблю. И АКС-74У, этот мод добавляет у нас с вами оружие под названием, соответственно, АКС-74У. С очень крутыми, кстати говоря, текстурами, высокого качества. Также, что хотел сказать, друзья мои, то, что нам с вами потребуется запустить то самое приложение, ссылка на которое найдется в описании под видео, под названием NMME. Его можно установить в любое место, совершенно не обязательно устанавливать его в папку с игрой. У нас с вами будет запускаться здесь автоматически поиск игр. Да, как вы обратите внимание, можете, данное у нас с вами приложение позволяет устанавливать моды для различных игр. Это не только Fallout, допустим, тот же самый даже Cyberpunk и Skyrim, и что только не предлагает нам с вами, огромное количество всего-всего. В тот момент, когда у вас найдется игра, у вас появится вот такая надпись. Будет написано Found, то есть найдено. Please verify that current location is current, то есть нажмите, подтвердите галочкой тем, что данное местоположение является правильным. Нам с вами необходимо, собственно, на эту галочку и нажать. Другие игры, если они у вас не установлены, они, соответственно, не найдутся. Тот же принцип действует для Fallout 4 и, допустим, для Fallout New Vegas. Когда у вас здесь будет написано Found, то есть найдено, вы убеждаетесь, что да, Daygames Fallout 3 это моя папка с игрой, я нажимаю галочку, то есть подтвердить. Все. После этого можно нажать Stop Searching, дальше ничего нам с вами ждать не нужно. Все. Прекратили поиск и с вами подтвердили местоположение данной игры. После этого нажимаем Quick Start справа внизу. Здесь у нас с вами отображает Select the game you would like to manage, то есть выберите ту игру, которую вы хотите, собственно, настраивать для нее моды. Включать и выключать. Мы нажимаем OK. Do you need to set up patch where Nexus Mod Manager will store mod archives? Installation, registrant, where mod files and insta. If you have supervision, the new version required. OK. Нажимаем, в общем-то. У нас с вами здесь предлагается директория с модами. У нас автоматически, по крайней мере, у меня прописалась папка Daygames Nexus Mod Manager Fallout 3 Mods и также инсталляционная информация, либо же информация об установленных модах, которые содержатся в данной папке. Здесь ничего менять абсолютно не нужно. И виртуальная установочная папка модов у нас с вами вот, собственно, прописана. То есть виртуальная папка, у нас с вами рекомендуется вообще делать запуск через виртуальную папку. Как я в любом случае понял, 0.8014.0 у нас с вами запускается в данный момент сейчас менеджер. Мы с вами все подтвердили как нужно. И нам с вами, ну, на самом деле можно было в разном порядке все это сделать. Также что можно делать? Во-первых, что позволяет NMMA, это вообще с него, как я понял, с данного сайта, при регистрации на нем, это не обязательно, если вы желаете, допустим, искать какие-то моды и устанавливать эти моды в игру непосредственно с самого сайта. Но можно нажать No, допустим, и мы хотим использовать только те категории, скажем, которые нам нужны. То есть только для себя, либо же использовать сайт под названием, собственно, Nexus, который предлагается. Тут вы выбираете Yes or No. Хотите скачивать сайт, то можете нажимать Yes. А не хотите, нажимайте No. Я нажал No, и вот у меня что происходит. Checking for Previews. У меня происходит обновление, да, как бы предлагается change between 0.8014 и 0.802.1. Я нажимаю Update, то есть предлагается обновление данного приложения. Да, для него тоже выходит обновление. И поэтому мы нажимаем, да, NMMA, да, установка. Сейчас у нас с вами произойдет установка новой версии, а пока что мы с вами можем что делать. Мы можем открыть те самые папки с модами, которые нам нужны. В моем случае это два архива. Допустим, AKS-74U. В чем его особенность? В том, что он добавляет что-то в игру, а не заменяет основные файлы игры. Это, разумеется, является существенным плюсом и, в свою очередь, очень прекрасно и замечательно. Допустим, также у нас с вами можно что сделать? Можно, допустим, запустить игру. Можно запустить игру, по-моему, как я помню, здесь у нас с вами Custom Fallout 3. То есть, соответственно, с кастомными командами, если вы желаете, можно запустить ее без FOSA, как я понимаю, без каких-то либо модификаций. Currently running. Detected. That's currently running. Please close. Installation. Так, нам с вами необходимо закрыть приложение для того, чтобы установить обновление. Но, опять же, это не обязательно, если вы желаете. Установка происходит легко и просто. Все, что нужно, нажимать просто Next. И также Other Tux. Можно оставить все как есть. То есть, фо-моды, о-моды и все прочее будет открываться у нас с вами через данное приложение, если вы желаете. Ну и также создать ярлычки, если вы хотите. Это, кстати говоря, как к моменту установки самого данного приложения. Установка происходит довольно быстро. И у нас с вами как раз таки прописываются специальные библиотеки для тех самых игр, чтобы это все было. В версиях также фиксится определенная, скажем так, работа с данным приложением. Если вдруг нужно, какие-то вы производите обновления приложения, чтобы какие-то багфиксы, определенными играми, для того, чтобы приложение лучше функционировало. Это я тоже рекомендую, кстати говоря, вам делать. То есть, периодически, когда обновления будут проверяться, будет вам предлагаться. Но если не желаете, опять же, можете ничего не обновлять. Это ваш выбор. Итак, Community Edition. У нас с вами все запускается. Что нам с вами необходимо сделать далее? Как вариант, есть возможность, допустим, разархивировать какие-то архивы с модами и просто их закинуть в папку с игрой. Но это, как бы, довольно такой примитивный, всеми известный, знакомый способ. Но при помощи данного приложения можно сделать чуть по-другому. Вот здесь, в разделе Mods, мы с вами можем обратить внимание на вот такой вот значок пазла. И мы нажимаем Add Mod From File. То есть, добавить мод из файла. Мы с вами здесь открываем, допустим, в моем случае это рабочий стол. И что я здесь могу открыть? Вот, допустим, Aks74u. Возможность данного приложения позволяет открывать файлы формата ForMod, 7zip, zip и RAR-овские, также архивы. То есть, в моем случае у меня как раз-таки WinRAR-овские файлы. И я вот на него и нажимаю, как раз-таки это тот самый мод Aks74u. Нажимаем на него дважды и у нас с вами происходит что? Правильно, установка данного мода. Что у нас с вами есть? Возможность также Mod Update Checks or Automate... Or... Mod Update Checks and Automate Mod Renames and Disabled for this Mod. И возможность также проверять, как правило, какую-то, допустим, и переименовывать его, если это необходимо. Возможность есть также обновлять. Но в данном случае, так как он скачан со стороннего сайта, а не с Nexus, вот этого сайта, который предлагается, то, разумеется, вряд ли он выходил какие-то... Вообще на него обновления какие-то... Либо выходили. Повторюсь, вы можете скачивать все с сайта именно Nexus. И мода там, где люди постоянно что-то, допустим, обновляют, разумеется, это будет несомненно существенным и классным плюсом. Что у нас с вами есть возможность? Install or Enable, допустим, установить или, допустим, удалить, в свою очередь. Мы с вами нажали галочку, и вот у нас с вами в данном случае мод установлен. Раздел плагины. Что это такое? Раздел плагины. Вот тот самый как раз-таки ESP файл. Ничего общего с телескопичками это не имеет, кто не знает. Кто не знает, просто Eurosecurity Protect. Это компания, которая занимается производством телескопических дубинок. Поэтому формат ESP никак... С этим абсолютно ничего общего не имеет. ESM и ESP формат. Собственно, что мы с вами видим? Раздели плагины, в том числе, как и в данном случае, мы с вами обратили внимание на архиве. У нас с вами есть этот файлик ESP. Он автоматически перенесся, как я понимаю, в виртуальную ту самую папку. То есть не затрагивая папку с игрой для того, чтобы она, можно сказать, не пострадала. То есть, проще говоря, чтобы игровые файлы у нас с вами просто не были затронуты. Но мы можем обратить внимание, что у нас с вами все установилось в автоматическом режиме. Нам не понадобилось куда-то либо какие-то перемещать эти текстуры, сонды, мэшицы и все остальное. Все сделало за нас автоматически приложение. И нет нужды какой-то куда-то либо лазить. Мод Activation Kuiui. Kuiui, так его назовем. Установка. 100% прогресс. Все. Мы с вами установили мод. В данном случае, можем запускать игру. Единственное, конечно, что вам нужно будет это выяснить. Как бы вот. Как. Как. Вот. Вообще найти какую-то эту вещь или локацию. Или как создать тот файл, который. Мод. Проще говоря. Короче, внимательно читайте описание моди. Вот что я хотел сказать. Для того, чтобы понять, как пользоваться этим модом, который вы поставили. А то вдруг вы закинули мод. Поставили, установили. Что он дает, никто не знает. Если вам необходимо его выключить, то сделать это можно следующим образом. В данном случае у нас с вами предлагается раздел плагина. На этом формате ESP. Допустим, мне нужно выключить вот этот тут АКС-74У. Я хочу его вырубить. Я нажимаю сюда галочку. Соответственно, все. Я его выключил. То есть. Есть мод. Теперь нет мод. Ну, проще говоря, выключил. Не удалил. Не перепутайте. Потому что выключить это одно. Удалить это совершенно другое. На своем мод активейшн. Вот он написано, что он активирован. Допустим, если его надо убрать. Мы его убрали. Дважды левая кнопка мыши. Убрали. Дважды левая кнопка мыши. Мы включили. Все. Легко и просто. То есть. Все делается как положено. Допустим, так же. Если есть желание. Как я понял, это все дело можно. Прочитать, допустим, какую-то информацию. Но для того, чтобы читать информацию о каких-то либо модах. Нужно авторизоваться на NMM. Повторюсь. Если вы желаете. Можете это делать. Потому что у них, как я понимаю. Предлагается огромное количество различных модов. На разные игры, где занимаются этим разработчики. То есть специализировано, узконаправлено и тому подобное. Теперь давайте попробуем с вами вместе установить мод на Medal of Honor Soundpack. Мы с вами нажимаем на него добавить. И у нас с вами, в принципе, как бы добавилось. Но в свою очередь и не добавилось. Почему? Потому что данный мод у нас с вами предназначен для замены. Но! Вот у нас с вами вуаля, ребятушки. И данный мод установился. Но, повторюсь, с модами, которые заменяют основные какие-то игровые элементы на другие, подменяют их основными на модифицированные. Будьте осторожны. Потому что при замене основных элементов есть риск то, что даже при их удалении может ничего не вернуться. Поэтому с этим будьте осторожнее. В данном случае раздел плагина у нас с вами пустой. Почему? Потому что у нас с вами данный мод не работает при помощи плагинов. Но он установился как положено. У нас с вами есть информация. Доумлод менеджер. Мод активейшн. То есть он у нас с вами активирован. После установки модов для, допустим, того же самого Fallout'а. У нас с вами все переносится в папку под названием Nexus Mod Manager Fallout 3 Mods. И вот они с вами наши архивы находятся здесь. То есть, как я понял, они особо таки не... Вот они у нас с вами кэш. ForMod. И, собственно, вот она информация. И вся информация, которая у нас с вами как положено, должна быть. Она запускается у нас с вами из данной папки. Поэтому удалять ее настоятельно я не рекомендую. Вот у нас с вами виртуальная папка. И в виртуальную папку у нас с вами заносятся все вот эти вот файлики. В данном случае музыкальное исполнение. Для чего? Чтобы лишний раз не повредить какие-то либо основные игровые файлы. Игровые элементы игры. Также в чем преимущество пользоваться, допустим, данным приложением, залогинившись на этом самом сайте Nexus Mod Manager? Это то, что у нас с вами будет возможность проверять обновление. Это, конечно же, не единственный плюс. Второй плюс. Это возможность при помощи данного приложения потом уже добавлять моды через URL. То есть, проще говоря, просто с ссылочкой именно с самого этого сайта NMM. Ее вставляете, то есть, нажимаете сюда на данную нашу с вами пазл. И на пазле вот эту вот стрелочку. И нажимаете Add Mod From URL. Он у нас с вами скачивается. И также будет возможность по категориям автоматически сортировать те или иные моды. Чтобы была возможность вам как-то более удобно пользоваться всем этим. Также при желании вы можете создавать свои какие-то дополнительные категории для модов. То есть, более удобно, разумеется, будет управление и взаимодействие с ним, допустим. Нам нужно создать новую категорию. Мы можем с вами открыть. У нас с вами открывается огромное количество список функций, допустим. Но если как в основу просто добавить категорию, нажимаем на вот этот значок. И у нас с вами добавляется новая категория. Написано New 1. Но, как я понял, у меня, по крайней мере, нет возможности как-то либо его переименовать. Но, в любом случае, миллион каких-то либо модов я ставить не собираюсь. Поэтому, для меня это не особо принципиально. Да, разумеется, к несчастью, данное приложение у нас с вами не поддерживает русский язык. Но, удобство просто на высоте. Ну что ж, теперь можно приступать к запуску игры. Мы нажимаем здесь на стрелочку. Но, если у вас изначально здесь нарисован значок... Как у этого? Боя-боя. Fallout Boy, короче, назовем его так. Launch Fallout 3. Собственно, со всеми модами, которые нам нужны. Would you like Nexus Mod Manager to close after launching the game? Можно нажать No. Но, если вы уже слишком сильный перегруз, конечно, на компе, он у вас слабый, то можете нажать Yes. Я нажимаю No. То есть, можно также поставить галочку Remember, заполнить мой выбор. И, собственно, вот и Fallout 3 попер. Только, правда... Вот. Если обратить внимание, ребятушки, сейчас заиграл саундтрек из Medal of Honor. Он самый, он сам. Он самый. Мне не нравится. У меня поменялось разрешение сейчас, ребятушки. Вот что у меня случилось. У меня Full HD встало. Должно было быть 2560 на 1080. То есть, моды активны. Валя! Всё работает. Но если, ребятушки, то, о чём хотел бы сказать, конечно, ранее, но говорю сейчас под конец. Это... Моды, работающие через... Установщик. Допустим, таким модом является русификация абсолютно всего, что есть в игре. Что это такое? Русификация абсолютно всех текстур и объектов. Об этом я расскажу, наверное, вам позднее. Кто об этом даже не в курсе, можно перевести просто всё напрочь. Изначально у вас, конечно, желательно, чтобы версия была установлена полностью русифицированный голос, русифицированный звук, соответственно, и русифицированный текст. Я имею в виду именно разговоры, субтитры, диалоги, и всё полностью русифицировано. И тогда можно будет доросифицировать абсолютно все объекты в игре. А у меня чёрный экран. Я ничего не вижу. Темнота. Всё погасло. Досадно. Да. Поэтому, ребяточки, как-то так. Как-то так. Но если запускать, конечно, нужно будет просто через стандартный лаунчер. Вновь можно будет зайти, поменять настройки графика, которые вам нужны. Стандартный лаунчер закрыть. Вновь открыть Nexus Mode Manager. В моём случае, я сейчас хотел бы это показать под конец. Если кто ещё смотрит, кому это интересно, можете посмотреть, о чём я говорю. Чтоб вы могли как-то более... Понять. Да, у меня всё повисло. Всё. Абсолютно повисло. Здравствуйте. Добрый вечер. Fallout, мой добрый друг. Причём он закрылся уже. А у меня чёрный экран. Интересно. Я вспомнил, ребяточки, что Fallout 3 славился всеми своими этими вылетами. Да, запись продолжается. Голос мой слышно. А вот экрана, что происходит, не видно. Но, в общем-то, ладно. Наверное, на этом можно и закончить. Так что, скоро увидимся. Не переключайтесь. Также планирую, друзья, выпустить видео на тему, как устанавливать моды на Dealdor Scrolls Skyrim. Старые самокруточки 5 скурим. Что называется, в простонародье. Так что, будет много всего крутого и не менее интересного. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Скуринься, не переключайтесь. Будет много всего интересного и не менее крутого. С вами была Чуранка. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. Да, Fallout 3 славится своими вылетами, которые никто так и не пофиксил. Да. Fixed Edition не такой уж оказался и Fixed. Как оказалось. Может, Windows 11 моя, не знаю. Так что, всем пока, ребятушки. Продолжение следует.